Сегодня на всех уровнях власти все больше говорится о необходимости импортозамещения. При этом наиболее приоритетной отраслью называют IT-технологии. Отрадно, что наш регион не остается в стороне и готов нести свой вклад в развитие отечественной высокотехнологичной индустрии. В центре «Мой бизнес» состоялась пич-тессия по импортозамещению «Сами сделаем». В ней приняли участие представители фонда «Содействие инновациям» и фонда «Сколково», а также представители Верхней Волжья, студенты ведущих высших учебных заведений, предприниматели. Тему продолжит наш корреспондент. Этот робототехнический комплекс предназначен для автономного перемещения крупных коробок на складах. Разработка рассматривается как альтернатива вилочному погрузчику и призвана заменить неквалифицированный труд рабочих. Робот – это самостоятельный компьютер, который сам может ориентироваться в пространстве. Робот этот ориентируется посредством лазерного лидара, так называемого «Слам». Строит карту помещения и, соответственно, определяет свое положение. Параллельно здесь реализована функция технического зрения, то есть если вдруг человек попадает в кадр, то робот автоматически останавливается, ну, чтобы не задавить им все-таки. И еще в дальнейшем будут реализованы ультразвуковые датчики, которые также будут обнаруживать препятствия, позволять ему как огибать эти препятствия, так и с ними, собственно, не сталкиваться. Представленный прототип может поднимать порядка 50 килограммов. После всех необходимых доработок грузоподъемность увеличится до 100 килограмм. В целях безопасности у робота есть кнопки экстренной остановки. В том числе здесь присутствует система световой индикации, в зависимости от того, в какой позиции робот сейчас находится, поднимает ли платформу, поворачивает ли, то есть он подает световую индикацию чисто для человека, чтобы человек в случае чего понимал, какое действие совершит робот. Для подобных разработок, как у Михаила Бабайцева, у фонда «Содействие инновациям» существует целая линейка грантовых программ. И во время таких пич-сессий разработчикам рассказывают, на какие меры поддержки могут рассчитывать именно они, что могут исправить и усилить в своих проектах. Сейчас анонсирован новый интересный проект. Это студенческий стартап, на который могут податься только студенты высших учебных заведений и аспиранты. Мы собрали в этом году только в первую очередь, собрали порядка 2,5 тысяч заявок. Ваш регион тоже принял в этом участие. Но ребята подались на очень интересные проекты. Сейчас они находятся в стадии экспертизы. Также на мероприятии были представлены проекты по ракетой, машиностроению, медицине, робототехнике, IT-сфере и переработке пластиковых отходов. Своим опытом с участниками встречи поделился региональный представитель фонда «Сколково» Олег Росляков. «Сколково» — это стартапы индивидуальные, личные. У нас речь идет о поддержке не только финансовой, которую мы обычно ожидаем от «Сколково», но и поддержке экспертной. Как отмечают организаторы мероприятия, главная цель — пич-сессии, коммерциализация инноваций, а также увеличение количества подобных проектов, получивших финансовую поддержку от государственных институтов развития. Кроме того, одна из задач — вывод на рынок отечественных инновационных разработок, которые могли бы заменить ушедшие из страны иностранные аналоги.